В обычных условиях атмосферное давление над Тихим океаном распределяется следующим образом. На юго-востоке господствует область повышенного давления, на западе — пониженного. Пассаты, дующие из тропических широт в экваториальные, гонят поверхностные воды к западу. В результате образуется поверхностное течение, двигающееся с востока на запад параллельно экватору. Одновременно вдоль берегов Южной Америки движется холодное перуанское течение. Его движение порождает появление обвелинга, то есть подъем с глубины холодных вод. В западной части океана, напротив, образуется обширная область с повышенной температурой воды. В умеренных широтах воздух и вода движется в противоположном направлении — с запада на восток. В годы, когда происходит явление Эль-Ниньо, ситуация меняется. В результате необычного ослабления областей высокого и низкого давления ослабляется и пассатная циркуляция. Силу набирает межпассатное противотечение, двигающееся с запада на восток. Оно несет теплую воду в восточные районы Тихого океана. Перуанское течение ослабевает, уменьшается интенсивность обвелинга, температура воды повышается. Явление Эль-Ниньо влечет за собой существенные последствия. Зимы в умеренных широтах Северной Америки становятся теплее. В субтропических широтах погода зимой становится более влажной, выпадает значительное количество осадков. В такие годы часто происходят наводнения. В западных районах Тихого океана, в Австралии и Индонезии обычно влажная погода сменяется засушливой. Такая погода часто сопровождается лесными пожарами. Последствия Эль-Ниньо наиболее катастрофически сказываются на тропическом побережье Южной Америки. Здесь происходит полная перестройка погодного режима. Обычно сухая погода сменяется ливнями, которые влекут за собой размывание горных склонов и другие неблагоприятные последствия. Обычно происходящее на побережье Перу, Южная Америка, явление обвелинга, поднятие холодных глубинных вод, создает благоприятные условия для увеличения количества планктона, поскольку холодная вода содержит больше кислорода. Обилие планктона привлекает сюда огромные косяки анчоуса, а также более крупных рыб. С приходом теплых водных масс обвелинг ослабевает. Содержание кислорода в воде сокращается. В результате происходит гибель планктона. Косяки рыбы уходят в другие районы океана. Это сказывается на размерах улова, создает проблемы в развитии рыбной промышленности и даже может вызвать голод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова